Привет, ковбои! Меня зовут Эвойс Ребус и с сожалению большой грустью на сердце сообщаю, что Ведьмак 3 Кровь и Вино мы прошли. И только Ведьмак сможет вырвать нас из этого кошмара. Всё, это конец. Но в отличие от составных концовок оригинальной игры и линейных концовок дополнения Каменных Сердец, дополнение Кровь и Вино подарили нам многогранные, я бы даже назвал их идеальными, концовки. Они чётко чувствуются. Ты сам решаешь, что тебе делать, и тебе не нужно задумываться о них до конца игры, боясь убить не того торговца. Именно поэтому я сделал это видео, чтобы разобраться и посмотреть все варианты. И показать кое-что очень интересное, что в прохождениях мы не зацепили. Итак, начнём с самого начала. Мы прибываем в Туссент по заданию княгини Анриетты для поиска бестий, которая убивает бывших благородных рыцарей. Вскоре мы узнаём о том, что бестия это вампир по имени Дэтлов, который в своё время воскресил Региса, нашего старинного друга, тоже высшего вампира. Кстати, Регис нам начинает активно помогать и не верит до конца, что друг обезумел и стал по своей воле вырезать людей. И оказывается прав. Дэтлов действует по указке бандитов, которые шантажируют его бывший возлюбленный Рен. Мы узнаём, что они держат её в замке Дунтынны, а бандитами вроде бы как командует старшая сестра Анны Генриетты, Сиана. И перед осадой замка мы получаем уведомление о начале конца. Ну что ж, дальше двигаемся очень аккуратно и тщательно следим за развилками сюжета. Осада прямолинейна. На нашей стороне бьётся два больших вампира, а в конце нас ждёт очередной неожиданный поворот. И оказывается, что Сиана, старшая сестра Анны Генриетты, рождённая под знаком Чёрного Солнца, и есть Рен. Энна! С тобой? Что с тобой? Если кто из них... Ты же знаешь, я не дам себя в обиду. Я ждала тебя. Я не... я не знал, где искать тебя. Они грозили убить тебя. Я... Прости, я тебя подвёл. Прости, я не знал. Она должна была быть в комнате в башне. Именно в той, где мы сейчас. И которая совсем не похожа на камеру для узницы. Кстати, тут ещё и графин с вином случайно оказался. Готов поспорить, это краденый Сангриаль. К чему ты клонишь? Я дам тебе шанс всё рассказать самой. Мне нечего рассказывать. Ведьмак, что происходит? Боюсь, Дэтлов, тебя обманули. Дэтлов в бешенстве и даёт нам три дня, чтобы привезти Рен в крепость Тесха Мутны. Иначе Тусент зальёт реками крови. Княгиня тоже в ярости. Категорически против того, чтобы тащить свою новообретённую сестрёнку кровожадному вампиру и требует его голову. Или она захочет получить нашу. Короче, все счастливы просто до жопы. За три дня никто ничего не решает. И мы, наконец, видим Тусент в огне. Ммм, какая сладкая картина. А вот теперь пришло время серьёзного выбора. Мы можем пойти против княгини и притащить Сиану на место встречи. Либо забуриться в логово к скрытому, самому сильному, древнему, могущественному вампиру на этой земле, который имеет право вызова. В обоих случаях мы оказываемся у крепости Тесха Мутны. Но при разных обстоятельствах. Но обо всём по порядку. Скажу только, что все концовки завязаны на Сильвер Анне. В зависимости от её состояния, от разговоров с ней и поведения с ней, мы получаем три варианта концовок. Начнём со сказочного, сладко-пряничного пути. Кстати, кому интересно посмотреть этот путь полностью, смотрите 18 серию моего прохождения. Там этот путь и показан. Мы решили, что беспокоить скрытого слишком опасно. Да и позволить Сиане поговорить с Дедлофом наилучшее решение. Поэтому отправляемся на её поиски. Держат её в старой детской комнате, где проходило детство Анны Генриетты и Сильвер Анны. Из дневника гувернантки мы узнаём кое-что важное о детстве девочек. Тетрадь. Собственность Изабель де Рокфор, придворной гувернантки. Это записки опекуншей Сианы и Анны Генриетты. Из тех времён, когда они были детьми. Не знаю, как нам это поможет, но пролистать его, разумеется, надо. Сиана подарила мне самодельную открытку. Прелесть. С обезглавленными, окрывавленными людьми. А может и нет. Я спросила, зачем она это нарисовала. Княжна ответила, что это сцена из кошмаров, которые снятся и сколько она себя помнит. В самом деле, Сиана каждую ночь просыпается с криком, если только не спит в одной постели с Анной Генриеттой. Кажется, девочкам, над которыми висело проклятие Чёрного Солнца, снились кошмарные сны. Некоторые сходили от них с ума. Сегодня девочки поссорились. Должна отметить, что вели они себя не как пристало дамам. Дошло до рукоприкладства. Первой ударила сестру Анна Генриетта. Сиана не осталась в долгу. Прежде чем я их разняла, Анна Генриетта потеряла два молочных зуба. Она сейчас же побежала жаловаться родителям. Его княжеская милость не приняла на веру моих показаний. Всю вину возложили на Сиану. Девочка была серьезно наказана. Анна Генриетта пыталась потом смягчить ситуацию, но князь и княгиня были непреклонны. Также мы узнаем, что волшебник создал для сестер сказочную иллюзию. Мир тысячи сказок, куда и держит свой путь Геральт. Мир действительно сказочный, обезумевший от одиночества, времени и своей воли о сказке, то еще представление. А встретиться нам предстоит со множеством сказочных героев. В целом для сюжета это не важно, но важно то, что мы узнаем из диалогов с Сианной. Раз уж ты об этом вспомнила, в чем провинились рыцари, которых убил Детлов? Криспи, Дюлак, Лакруа, Пейрак-Пейран. Не хочу я это вспоминать. Ну да ладно, пожалуй, тебе это стоит знать. Когда родители от меня отреклись, этим рыцарям поручили сопроводить меня за границей княжества. Они исполнили поручение, не сказав ни слова в мою защиту. Ты же знаешь, у них был приказ. Ага. Но у Криспи не было приказа бить меня на гайкой до потери сознания после первой попытки побега. А Дюлаку не поручали морить меня голодом и унижать. Одно я тогда выучила. Рыцари ведут себя не по-рыцарски, когда на них никто не смотрит. Это многое объясняет. Ты удивлен, правда? Наверное, ты решил, что все понял еще до того, как услышал мою версию событий. Да, все так делают. Тебя изгнали из-за проклятия Черного Солнца, верно? Да. Порченные княжны, мутантки. Ты наверняка о нас слышал. Еще бы. Одну даже встречал Ренфри из Крейдена. И что? Скажи, она правда была чудовищем? Она была... жестокая. Но почему? Из-за проклятия или из-за того, что ей пришлось пережить? Сложно сказать. Ты ее убил, да? У меня не было другого выхода. Забавно. То же самое сказала мать, когда вышвырнула меня из дома. Ну что? Мне вот интересно. Ты исключительно тактичен? Или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? Послушай, тебе правда неинтересно, что было дальше? Что случилось после того, как меня изгнали? Ну, раз ты сама об этом заговорила, я с удовольствием послушаю. Ты остановилась на том, как тебя вывезли. Благородные кавалеры из Тусента вывезли меня в пущу Кайтху. И там оставили. Одну, без гроша. В рваном кружевном платье. А как раз начинались морозы. Наверное, надеялись, что кто-нибудь меня прикончит. Или я на радость всем сама сдохну с голоду. Но я, как всегда, не оправдала возложенных на меня надежд. Неделю блуждала по лесу. Я была синяя от холода. Жрала мох и кору с деревьев. И, наконец, увидела вдалеке огонек. Это был лагерь. Я решила, что спасена. В лагере были бандиты. Бородатые, пьяные, все в крови. Я была уверена, что меня убьют, изнасилуют. Или то и другое. Но этого не случилось. Нет. И тогда я убедилась, что убийца может быть человечнее рыцаря в сияющих доспехах. Они приютили меня. Мы поехали в Мазаир. И я делала все, что могла, чтобы отблагодарить их. Мне удалось завоевать их уважение, может быть, даже любовь. И, в конце концов, я стала их атаманши. Может, надо было там остаться? Может. Может, я должна была все забыть и начать новую жизнь. Но знаешь что? В конце концов, я подумала. Раз уж они хотели чудовища, то пускай они получат чудовища. Ты многое испытала. Да. А моя сестра в это время давила виноград и валялась с министрелями на перинах в свое удовольствие. Это не она тебя изгнала. И не за это я ее виню. А за то, что она забыла. Забыла обо мне. Ты удивлен? Нынешние парни модненькие страдальцы. И поэтому ты выбрала себе вампира. Детлаф. Он был орудием, не более. Жаль, что он об этом не знал. Никому нельзя доверять. Я этому давно научилась. Теперь его очередь. Ты с самого начала хотела его использовать? Нет. Сначала он просто меня заинтриговал. Знаешь эту историю? Это было несколько лет назад. В Митине. Я должна была скинуть добычу у знакомого барыги. Когда мы торговались, вошел Детлаф. Он хотел продать серебряный подсвечник. Держал его через сукну. Это меня заинтересовало. Я вышла за ним, выследила его. Но он быстро сообразил, что это. Ну да. Нечеловеческое чутье. Он свернул в тупик, а когда я вошла туда за ним, выскочил из-за угла и показал зубы. Хотел меня напугать. Но это не произвело на меня впечатления. В конце концов, я же сама чудовище, не так? Высший вампир не поразил тебя? Не знаю, восхищаться твоей отвагой или сочувствовать глупости? Я всегда умела найти к таким подход. Грозным с виду Тихонин. Это и меня касается? Ох, Геральт. Не хочу тебя огорчать, но мир не крутится вокруг тебя. Впрочем, да. Пожалуй, ты чем-то похож на него. Скрываешь эмоции, старательно изображаешь безразличие. Знаешь, когда я встретила Детлафа, я как-то почувствовала, что на самом деле он не хочет мне зла. Что он пытается меня прогнать, потому что сам боится. Понимаешь? Ну, допустим. И что было дальше? Мы начали разговаривать, встретились раз, другой, третий. Ну, он на меня и запал. Сначала меня это даже забавляло. Но только сначала. Потому что он любил меня не как человек, а как зверь. Неистово, дико, отчаянно. Тяжело ответить взаимностью на такое чувство. Даже кому-то с менее кривой душой, чем у меня. И вот в один прекрасный день ты просто исчезла. Да, он бы не понял этих наших прибауток. Давай останемся друзьями, я тебя недостойна и так далее. Но когда я решила вернуться на старое пепелище, то вспомнила о нем. И подумала, что он может еще мне пригодиться. Ты играешь с огнем. Разумеется. Так что или я обожгусь, или спалюсь от дотла. Другого выбора нет. А теперь? Теперь ты не боишься встречи с Детлафом? Я с ним справлюсь. Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь, как ведьмак, и видишь чудовище. А я знаю, какой он на самом деле. Будь спокоен. Найдя путь к выходу и победив главного босса локации, Сиана соблазняет Геральта, и мы видим красивую любовную сцену в облаках. И сцену безответной любви. Путь окончен. Сиана спасена, и вместе с Геральтом и Регисом у Тесха мутна. Этот путь имеет наибольшее количество концовок и более драматичен в итоге. Но вернемся немного назад. Мы не пойдем против княгини и рискнем собственным здоровьем при встрече со скрытым. Я был покорен этим путем, этим мрачным, серьезным путем, в котором мы гораздо лучше познакомились с миром вампиров в целом и некоторыми представителями в частности. Но, к сожалению, для сюжета в этом дополнении нет никаких новых данных. Ни Анны Генриетты, ни Сианы, ни даже Детлофа они в прямом или в косвенном смысле не касаются. Потому буду краток. Кстати, кому все же интересно посмотреть этот путь целиком, то он полностью показан в серии номер 19 моего прохождения. Чтобы узнать, где скрытые, мы отправились к Ориане. Не будет спойлером, если я назову ее вампиром. Она знакомит нас со своим обедом и отдает ключ к скрытому. Мы обещаем ее убить и уходим в закат, где нас уже ждет Регис и опять уговаривает отправиться за Сианой. Мы же Скала. Раз решили подокучать скрытому на свой страх и риск, значит докучаем. Про скрытого я вам ничего не расскажу и не покажу. Проходите сами или смотрите прохождение. Это слишком круто, чтобы показывать это по кусочкам. Но в итоге мы с ним договорились. Он проникся в ситуацию, убив нас перед этим несколько раз и призвал в тест хомут на Детлофа, где мы его уже и поджидали. А теперь самое интересное. Сейчас любое разветвление уже напрямую влияет на концовку. Начнем с тайной и скрытой концовки. Для нее необходимо спасти Сиану из страны тысячи сказок, но не отобрать у девочки со спичками ленточку, которую Сиане подарил в детстве придворный маг. Концовка тайная, потому что в обычном прохождении очень маловероятно возможно, что вы ее не заберете, так как игра очень настаивает на том, что эта вещь нужна. И вот Сиана без ленточки, в тест хомутная и ожидает, когда Детлоф примчится к ней на крыльях любви. Ну а крово-красные крылья не заставляют себя ждать. Я должен тебя спросить. Ты всегда мне лгала? То, что нас связывало, это ложь? Все не так просто. О, нет. Все просто. Ты ли лгала мне, или нет? Я прощаю тебя, но нам пора расстаться. Как жаль. Сиана! Это скрытая концовка, так как только в ней Сиана умирает. А Детлофа можно отпустить. Ну и на мой взгляд, самое мотивированное, чтобы Геральт достал меч и отрубил башку Детлофу. Но не в этот раз. Что ты сделал? Что должен был? Что она заслужила? В Баклер вернется мир. К рассвету вампиры исчезнут из города. Я уйду с ними. Очень далеко. Подальше от людей. Можете попробовать мне помешать. Тогда я убью и вас. Хотя вовсе этого не хочу. Ваше решение? Ты можешь уйти. Но если мы еще встретимся... Я буду соблюдать дистанцию. Поверь. Геральт, Регис, прощайте. Прости. Я знаю, что поклялся ее охранять. Но все случилось так быстро. Что мы наделали? Мы отпустили убийцу. Разве не этого ты хотел с самого начала? Надо сообщить Анне Генриете. Геральт, она тебя... Знаю. И все же придется ей сказать. Мы можем его отпустить, и он уйдет. А можем убить, но это ничего не изменит. Геральт все равно оказывается в тюрьме. Из-за смерти Сианы. Анне Рето в ярости явно мечтает Геральта четвертовать. Но давайте лучше просто посмотрим на это. Ты тут по своей воле? Или тебя тоже посадили, Стефан? Что думаешь, выйдешь на волю, нажрешься от пуза, да? И чудится тебе... Баранья ножка, пропеченная снаружи и сочная внутрь. Ты, значит, батрак из Риви? Ну, вроде я. Пойдешь со мной. Есть приговор по твоему делу. Какой? Говно рукой. Я что, справочное бюро? Руки за спину. Надо тебя связать. Идем, только без фокуса. Ну, готовься. Скоро кончатся все твои беды. Раз и навсегда. Знаешь, куда ведет эта дорога? Надеюсь, что к выходу. Да ты прям как знал. Только выходы бывают разные. Одни этой дорогой выходят на свободу, а другие на тот свет. И какой выход ждет меня? Не знаю. Но можешь быть уверен, той же дорогой не вернешься. Марк Дюбуа затоптал конем Алисию Вальров, супругу Подчашева. Женщина в тяжелом состоянии. Подсудимый признан виновным. Это был несчастный случай. Я быстро скакал, но она прямо бросилась под копыта. В связи с вышеизложенным приговор. Смертная казнь через отечения головы. Нет, я ведь ничего не сделал. Люди! Должны быть какие-то свидетели. Привести в исполнение. Следующий! Поль, забирай ведьмака и веди его в башню. Таков приказ. Приказ ты, приказ. Значит, и не ты будешь следующий. За мной! Марш за мной! Зачем ты заставил меня смотреть на казнь? Чтоб ты понял, что ты не в сиротском приюте. Хотел, чтоб я думал, что буду следующим? Любишь такие забавы? Чтоб ты знал, я не люблю ублюдков, которые сюда попадают. И делаю все, чтобы они почувствовали, что они в тюрьме, а не на каникулах. Нас обвиняют во всех грехах. Из-за нас погибла Сиана. Мы не выполнили задания. Из-за нас Тусент разорен. Да... Да как всегда во всем виноват ведьмак. Спасибо Лютику, что спас нас. Защитил и добился освобождения. Кстати, если бы мы убили Дэтлова, то нас бы тоже посадили. Но злились чуть меньше, так как изначальное задание по убийству Дэтлова мы выполнили. А защищать Сиану нам никто не поручал. И даже немного заплатили бы. А корова Бьянка в любом случае остается нашим. По выходу из тюрьмы Регис предлагает нам узнать, кто был пятым в списке жертв Сианы. Нам, конечно же, интересно. Но правда удивляет. И этим знанием мы собираемся поделиться с княгиней. Не забывай, Анриетта. Отчаяние подобно небу во время дождя. Рано или поздно солнце выйдет из-за туч. Не твою сестру убили, Лютик. Поэтому тебе легко говорить. Моя жизнь тоже не была усыпана розами. Да, мою сестру не убивали. И не было у меня сестры. Но я много раз терял... Неважно. Ваша милость. Как ты смеешь приходить сюда? После того, что произошло. Спокойно. Геральт наверняка здесь не просто так. Правда, Геральт? Подожди, забрасывают меня оскорблениями. Возможно, тебе следует знать, что Сиана была подлым и жестоким человеком. Кто ты такой, чтобы судить мою сестру? Кто дал тебе право? Я человек, который расследовал дело бестии из Баклера. Я нашел письмо, которое Сиана написала убийце. Может, тебе и правда стоит его прочесть? Думка, твань. Лютик, прочти его. Вслух, для меня. Теперь займись княгиней. Анна Генриетта понятия не имеет, что такое сочувствие. Ее сердце холодно. Ты вырвешь кусок льда из ее груди. Моя сестра не могла такого написать. Есть доказательства. Нет. Не верю. Кто-то хочет очернить ее в моих глазах. Я не допущу этого. Вы слышите меня? Спокойно, Анна Генриетта. Все хорошо. Нужно уничтожить это гнусное письмо. Слышишь? Чтобы никто никогда его не прочитал. Никогда. Я так и сделаю. А ты убирайся отсюда. Это все ты виноват. Убирайся, слышишь? Не желаю тебя больше видеть. Никогда не поверю, что она была способна на что-то подобное. Лютик, скажи, что это неправда. Скажи, что это неправда. Геральт, уйди же. Прошу тебя. Сейчас княгине нужен покой. Это, кстати, не самая плохая концовка. Но все эти слезы княгини заставляют считать себя сволочью. А ведь Сиана сама заварила эту кашу. И по-хорошему, Анна и должна за все заплатить. Может быть не смертью, но... Блин, это тоже не самый плохой расклад. С другой стороны, для королевской крови закон не писан. А потому хорошо, что мы хоть со своей головой на плечах остались. С этой сюжетной линейкой все. Здесь больше никаких разветвлений. Поэтому вернемся немного назад. Мы в Тесхо-Мутно. Рядом с нами Регис и Сиана, на руке которой красуется ленточка. Приближается кроваво-красный туман. Рен. Сиана. Сиана. Я должен тебя спросить. Ты всегда мне лгала. То, что нас связывало, это ложь? Все не так просто. Я... О, нет. Все просто. Ты или лгала мне, или нет. Я прощаю тебя. Но нам пора расстаться. И ничего. Повязка спасает Сиану, отправляет обратно в мир Тысячи Сказок, как будто мы ее оттуда и не вытаскивали. А взбешенный Дедлов захочет боя. Кстати, если мы вызовем его с помощью скрытого и предложим просто отступиться, он также нападает на нас. Вы не смогли меня найти, и потому заставили прийти навстречу. Зачем? Сам знаешь. Меня утомляет гадать, что люди имеют в виду. Так что или скажи, нужно, или оставь меня в покое. Я понимаю твой гнев, но ты должен прекратить нападение на город немедленно. Я поставил ясные условия. Я хочу видеться с Реном. Хочу увидеть Сиану. А ее тут нет. Ты же понимаешь. Княгиня ее не освободит. Тогда пусть княгиня расхлебывает последствия. Дедлов, я тебя прошу. Из-за одной женщины. Ты ничего не понимаешь. Давайте покончим с этим. Дедлов, я тебя прошу. Дедлов, я тебя прошу. Если веришь, я буду вечером их молиться. Дедлов, я тебя прошу. Дедлов, я тебя прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бой с ним заслуживают отдельного разговора. Красивый, необычный, интересный С тремя стадиями И даже я с крутым билдом Первый раз просто офигел от этой эпичности Спасибо Регису за то, что Заступился и убил своего собрата Все кончено Сиана жива, Детлов мертв И нас представят к награде Регис, как и в прошлый раз, предлагает нам больше узнать О пятой жертве Сианы А после того, как мы узнаем имя Анны Генриэта Отправляет к Сиане, чтобы поговорить И узнать ее мотивы В этой концовке она живая Мы, конечно же, отправляемся с ней поговорить И разговор обещает быть очень интересным Вот до этого момента Было неважно, проходили ли мы путем Скрытого или Мира Тысячи Сказок Но эти пути Дают нам разные варианты диалога С Сианой Если мы проходили путем Скрытого То, как бы мы ни пытались, разговор с Сианой не клеится И заканчивается взаимной неприязнью Ведьмак будет говорить Заключенный Можете минутку передохнуть Не слишком бы долгая минутка оказалась Очень это необычно Пришел проведать, как мои дела? Хорошо, спасибо Ленточка Арториуса творит чудеса Жаль, ее забрали А то бы я Я знаю, кто должен был стать пятой жертвой Твою мать Вот ведь ищи Я в тюрьме Детлофа больше нет Может, ты остановишься уже, наконец? Сиана, не притворяйся, будто тебе плевать Я знаю, это только поза И она уже начинает утомлять Зачем ты хотела ее убить? Такой прекрасный сыщик А спрашивает про очевидные вещи Ну почему, Гера? Сам ты как думаешь? Да хрен его знает Может, из-за проклятия Черного Солнца Говорят, проклятые княжны Часто убивают близких им людей Я все-таки тебя переоценила Нихера ты не понимаешь И что теперь? Поделишься своим открытием с Анной Генриеттой? Правда, ее жизнь уже вне опасности Но вдруг она тебе деньжат подбросит к награде? Разумеется, поделюсь И не обязательно из-за денег А зачем тогда? Она должна знать Если когда-нибудь она тебя освободит Ты снова попытаешься ее убить Скорее всего Ты говоришь искренне, наконец-то Ложь имеет смысл до тех пор Пока в нее кто-то верит А знаешь Это даже как-то освежает Говорить то, что думаешь Пожалуй, я продолжу в том же духе Я была с тобой мила Потому что хотела затащить тебя в пасти Думала, ты мне пригодишься Твой приятель, Регис Тебя использует А Анна Генриетта Видит в тебе лишь тупое безвольное орудие И знаешь что? Она права Ты любишь причинять другим боль, да? Боюсь, я не доставлю тебе такого удовольствия Ведьмачьи мутации, знаешь ли Меня сложно задеть Не бойся Я что-нибудь придумаю Прощай, Сиана Если же мы проходили путем мира тысячи сказок Читали дневник гувернанки Разговаривали с Сианой То есть больше погрузились в их взаимоотношения с сестрой То у нас появляется возможность повлиять на Сиану Пришел проведать, как мои дела? Хорошо, спасибо Ленточка Арториуса творит чудеса Жаль, ее забрали А то бы я Я знаю, кто должен был стать пятой жертвой Твою мать Вот ведь и щейка Я в тюрьме Детлофа больше нет Может, ты остановишься уже наконец? Сиана, не притворяйся, будто тебе плевать Я знаю, это только поза И она уже начинает утомлять Зачем ты хотела ее убить? Такой прекрасный сыщик А спрашивает про очевидные вещи Ну почему, Геральт? Сам ты как думаешь? Потому что она отвернулась от тебя А потом вычеркнула из памяти Браво, Геральт Еще одна загадка разгадана А твое больное любопытство удовлетворено И что теперь? Поделишься своим открытием с Анной Генри Этли? Правда, ее жизнь уже вне опасности Но вдруг она тебе деньжат подбросит к награде? Разумеется, поделюсь И не обязательно из-за денег А зачем тогда? Она должна знать Если когда-нибудь она тебя освободит Ты снова попытаешься ее убить Скорее всего А может, хватит расчесывать старые болячки? Ты забудешь все свои обиды И простишь ее, наконец? С чего бы вдруг? Вы же любили друг друга когда-то? Умоляю Не знаю, кто тебе нарассказал таких глупостей, но... Я читал дневник вашей гувернантки Вы играли вместе, были неразлучны Из-за Анны Генри Этли у тебя бывали неприятности Но она пыталась тебя защищать А когда у тебя были кошмары, только она могла тебя успокоить Время стирает воспоминания Иногда в памяти остается только хорошее А иногда только плохое Тогда почему она от меня отреклась Если она меня так любила, а? Сиана Сколько лет ей было, когда тебя изгнали? Двенадцать? Тринадцать? Она была ребенком Что ей было делать? Устроить переворот? Украсть у отца печать и подделать твое помилование? Она была бессильна И стерла тебя из памяти не потому, что ты была ей безразлична А потому, что слишком переживала твое изгнание Она забыла тебя, потому что только так могла справиться с болью Так ты серьезно говорил в стране тысячи сказок? Ты правда хочешь, чтобы эта история хорошо закончилась? Да? И чтобы все жили долго и счастливо Давай, ведьмак, иди отсюда Не ту еще медаль потеряешь Вот будет обидно Прощай, Сиана Разговор хоть и выглядел немного лучше Все равно толком ничего не дал Пора отправляться за наградой Рассказывать или не рассказывать о планах Сианы на убийство княгини Дело ваше Но на сюжет это никак не влияет Княгиня в это все равно не поверит И в любом случае попросит Геральта Как незаинтересованное лицо Что делать с Сианой? У меня есть важные сведения Анна Генриетта должна была стать пятой жертвой Детлофа и Сианы Ты в этом уверен? Уверен Есть доказательства Мало ей было убийств и того ада, в который она превратила город Она хотела покуситься на собственную сестру На княгиню Значит, следует усилить охрану и внимательней следить за Сильвией и Анной во время допроса Я займусь этим лично Благодарю за бдительность, ведьмак Я ценю твое участие В таком случае начнем церемонию Идем со мной Княгиня ждет От имени гильдии прошу о помощи, досточтимая княгиня Без бочек все производство встанет, а тогда нам придет конец У вас сгорели все бочки? Я очень опечалена Это крайне неприятное известие Да, Ваша Светлость Пожар начался, когда чудовища ворвались на склад И тут же все подчистую сгорело Дворцовый стражник будет послан, дабы осмотреть пепелище Если все так, как ты говоришь Надлежащая компенсация будет выплачена вам из княжеской казны Благодарю, Ваша Светлость Ваша Светлость Прибыл Геральт из Ривии Мои дорогие Теперь перейдем к следующему пункту Из всех обязанностей, что были возложены на мои плечи, как на вашего правителя Это мне милее всех Сейчас мы вручим орден Орден Витис Винифера Высшую награду Тусента Геральт из Ривии Убийца бестии из Баклера Подойди Нашим соизволением Так будет отмечен ведьмак Кой по нашему приказу Избавил Баклер От ужасной бестии Пусть этот символ напоминает всем, что ведьмак навсегда останется другом Баклера А от себя лично? Большое спасибо, Геральт Дамьен вручит тебе награду Это же был ведьмачий заказ Кроме того, еще один сюрприз Я решила передать тебе дюжину бочонков Сангриаля Вина, который обычно пьют лишь за княжеским столом Теперь и ты сможешь его попробовать Ты рад? Эта награда Большая честь для меня Благодарю Надеюсь, она пойдет тебе на пользу Я поговорю с Сианой Ты сможешь меня сопровождать? Благодаря тебе я обрела сестру Также благодаря тебе я знаю, что у нее на совести Я все понимаю Я обязана осудить ее справедливым судом Но сердце мое Рвется к сестре Если мое присутствие чем-нибудь поможет Я, разумеется, останусь Сейчас состоится допрос особы Причастной к убийствам, имевшим место в Баклере Капитан Делатур Прошу, введите Сильвию Анну Ведьмак тоже будет участвовать? Княгиня попросила меня об этом Ты повинна в страшных преступлениях Однако ты моя сестра И мое сердце не позволяет судить тебя Как обычную преступницу Потому я попросила Геральта Быть моим советником Он лицо незаинтересованное Говори, ведьмак Как вы видите, варианты диалога крайне различаются На это повлиял диалог с Сианой Давайте сначала посмотрим на вариант Пути скрытого и плохих отношений Сестрой Анны Генриэты Ваша светлость Как глава государства Вы должны прежде всего заботиться О благе страны Независимо от того, чем руководствовала Сиана Она опасна для ваших подданных Ты прав Мои подданные для меня важнее всего Я не должна об этом забывать Сиана Тебя ждет суд и справедливая кара Но я навсегда останусь тебе, сестра Как княгиня Я должна буду тебя осудить Но как сестра Не перестану любить тебя Ты простишь меня Никогда тебя не прощу Сиана Это самая плохая концовка. Детлов мертв. Сиана мертва. Анна Генрета мертва. Все мертвы. Но при этом, на мой взгляд, это самая ожидаемая концовка. Путь со скрытым по мне так наиболее привлекателен. А если выбирать путь тысячи сказок, то Сиана может, во-первых, умереть. Во-вторых, диалог с ней можно пустить не по тому пути и все равно получить эту концовку. В свое время после прохождения Каменных Сердец я говорил, что плохая концовка наиболее привлекательна и, на мой взгляд, эпична и канонична. Тут так же. Все равно всех спасти нельзя. Так пусть все и умрут. Из-за своей же глупости. Детлов слишком агрессивен и доверчив. Итог смерть. Сиана, имея другую жизнь, все равно вернулась мстить. Итог смерть. А Анна Генрета слишком добрая и наивная. Итог смерть. Вот такой вот хэппи-энд. Итог смерть. АПЛОДИОМОЙПИСЧИЕ СНЕЙОМ СНЕЙОМ И зачем же тебе было все это? Покойся с миром. Мне жаль, что все так закончилось, что я этому не помешал. Надеюсь, ты простишь меня. Спи спокойно. Стильный скреп. Очень уединенно. Я бы не отказался от такого места вечного покоя. В такие минуты я не понимаю. Ты издеваешься или правда? Правда, Геральт. Правда. Я считаю, что это спокойное место, полное нежной красоты, действительно достойно княгини. Ах, ваша печаль по поводу явлений и процессов, которые вам предопределены, не перестанет меня удивлять. Пойдем, друг. Я пришел забрать тебя отсюда. Пора немного отдохнуть от безумства последних дней. Но вернемся к моменту с наградой. Мы вытащили Сиану из мира тысячи сказок с повязкой. Погрузились в их взаимоотношения с сестрой и поняли мотивы Сианы. Теперь мы относимся к ней иначе. И разговор складывается иначе. Сиана была в отчаянии. Я знаю, что у нее имелись свои причины, чтобы не пылать любовью к Баклярскому двору. Хотя, конечно, я не одобряю ее методы. О чем он говорит, Сиана? Ты отлично знаешь о чем, сестренка. Тебе было на руку то, что меня изгнали. Ты же знала, что тогда трон достанется тебе. Хотя старшая сестра – это я. Я могу понять министров. Они ненавидели меня с детства. И считали, что я не смогу стать подходящей супругой для князя. Даже наших родителей я понимаю. Я всегда чувствовала, что они просто меня боялись. Потому что я имела смелость быть свободной. И тут это выдуманное проклятие. Неожиданный подарок богов. Оно было всем на руку. Но ты... В тебе я больше всех разочаровалась. Ты была моей любимой сестричкой. Милой Анариэнтой. Теперь ты понимаешь, ведьмак? Она меня предала! Теперь ты говоришь, что всех их понимаешь? Ты же приехала сюда, чтобы мстить. Потому что они заслуживают мести. Они все ненавидели меня с тех пор, как я себя помню. Но Анариэнта когда-то понимала меня. Только на нее я могла рассчитывать. Ее предательство ранило больней всего. Тогда вы были детьми. Ее светлости-то и вы обе никак не могли изменить того, что случилось. Ошибаешься, ведьмак. Она могла. Помнишь, дорогая сестра, тот день, когда меня изгнали из дворца? Да. Я придумала закидать нильфгардских послов рыбьими пузырями, которые мы для смеху наполнили тухлым жиром. Но это ты решила их поджечь. Полагаю, ты хотела поразить меня, и тебе это удалось. Ты попала прямо в эту гадскую лысину. Я в жизни так не смеялась. Но когда дело дошло до поиска виноватых, ты не пискнула ни слова. Вся ответственность легла на меня. Это правда. Я не встала на твою защиту. Я испугалась. Совет был единодушен. Они перечислили все мои страшные прегрешения. Побеги из дворца, мнимую жестокость и неподходящие знакомства. Меня изгнали. А ты единственный человек, который меня понимал. Ты струсила и вообще не стала мне помогать. Ни до того, ни после. И даже не пыталась меня разыскать. Неправда. Я искала тебя. Я посылала за тобой рыцарей. Собирала сведения. Это ты не хотела, чтобы тебя нашли. С тех пор, как ты пропала, я живу с мыслью о том, что подвела тебя. Прости меня, сестричка. Ты простишь меня? Субтитры сделал DimaTorzok и все мертвы. Что в итоге ждет Аннариету и Сиану, мы уже не узнаем. Но, видимо, и жили они долго, и счастливо. И умерли в один день. Надеюсь, не в этот же. Что ж, игра пройдена. Осталось попрощаться с Ригесом. Разговор с ним подытоживает все сделанное. И давайте же послушаем, что он нам скажет. А вот с милостивой княгиней не очень все получилось. Она обрушила на меня весь калейдоскоп своих эмоций. В ускоренном режиме. Как я понимаю, она не бросилась тебе на шею в благодарность за спасение от сестры-убийцы? Ты правильно понимаешь. Я не удивлен. Хорошо присутствие Лютика смягчило ситуацию. Как ты догадываешься, Сиана была мне не слишком симпатична. И все-таки мне очень жаль, что я не смог ее защитить. А что ты? Все еще винишь в случившемся себя? Глажит. Все еще глажит. Ну, тогда выпей. Баклиру больше ничего не грозит. Но меня вот что интересует. Дэтлов жив. Как думаешь, Анне Генриете еще может угрожать опасность? Нет. В его понимании, он больше ничего не должен, Сиана. Нет причин нападать на кого-то еще или дальше оставаться в Баклере. Я надеюсь. Хотя мне на его месте было бы жаль уезжать. Ах, холера, до чего тут красиво. Сиана умерла. И Дэтлов тоже сгинул. Баклер свободен от бестии. Кто бы из них ею ни был. Я понимаю, что тебе больно об этом говорить. Но спасибо за помощь с Дэтлафом. Не стоит. Извини, что спрашиваю, но почему... Почему я решился выйти против него? Я почувствовал, что ярость овладела им совершенно. Он перешел порог, за которым уже не владел собой. Он бы остался бестией, с которой не выйдет дискутировать, не способный осознавать собственные чувства, которые мы для простоты назовем человеческими. Никому не пожелал бы такой судьбы. Особенно... Особенно другу. Понимаю. Прости, но я сомневаюсь, что ты действительно можешь понять. Это очень трудно объяснить. Допустим, я посчитал, что такое решение будет лучше для всех. Прежде всего, для Дэтлафа. Я не сумел помешать всем этим смертям. И довольно погано себя из-за этого чувствую. Все думаю, мог ли я что-то сделать. В Тусенте сейчас без власти. А, говоря точнее, полный хаос. Хаос и отчаяние. Княгиня умела завоевать симпатии людей. Весь Баклер плачет по ней. Массовая экзальтация, старш? Подданные явно переняли некоторые черты своей владычицы. Откуда этот сарказм? Я думал, княгиня была тебе симпатична. Да. И мне ее действительно жаль. Мне тоже. Тогда давай выпьем. Все очарование церемонии заключалось в ее краткости. Может, для тебя и так, потому что ты быстро смылся. А вот они там только раскачиваются. Вечно пьяное княжество. Неужели тебе так не нравится, Тусент? Это место как крепкое вино, Геральт. Хорошо в малых количествах. Во всех концовках, где Дедлов умирает, у нас появляется дополнительный диалог. Если Дедлов жив, то его просто нет. Как тебе самогон? Не слишком крепкий? В самый раз. Это заслуга местной мандрагоры Официнарум. Клубни, растущие в вулканической почве, имеют выдающиеся вкусовые качества. И обладают уникальной темно-коричневой окраской. Захватывающе. Но самогон у тебя вышел удачный, это точно. Собственно, я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас. Не хочешь ко мне присоединиться? Тебе вдруг приспичило собирать урожай? Темно же. Но, Геральт, даже если бы я мог великодушно предположить, будто у тебя вылетело из головы, что я вампир и мне не нужен свет, Никогда не поверю, будто ты забыл, что и тебе темнота ничем не мешает. Так что, пошли. Раз уж ты так загорелся, давай сходим. Но ты забываешь одну вещь. Свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для ведьмака. Ничего подобного. Я никогда не забываю о мерах предосторожности. Прошу. Вот тебе рукавицы и маска. На денег тебе ничто не будет угрожать. Спасибо. Ну ладно, пойдем. Свет луны настраивает меня на мечтательный лад. И о чем же ты думаешь? О сиськах Сукуба? Нет. Я, например, думаю, что все может выглядеть интересно при правильном освещении. Даже старая туша трупоеда? Тебе, дорогой друг, деликатности не на грош. Куда вампир-то сделся? Нелегко будет его выследить. В конце концов, он... вампир? Регис! Зареза, куда ты подевался? Ты поднул руку на фира! Умрешь! Я делал то, что он. Ты... Изменник! Бруксы назвали тебя изменником. Кодекс чести вампиров прост. Даже тривиален. Или ты с ними до конца, в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств. Или... Тебе не простят. Не простят. Но, на мое счастье, также обязателен и другой принцип, столь же тривиальный, как и первый. Его хорошо передает поговорка. С глаз долой, и с сердцем он. Поэтому я уезжаю из Тусэнта. Скорее всего, надолго. Понимаю. Ах... Вернемся ко мне. Чудовищно хочется еще немного выпить. Мм... Мм... Ммм... Невероятный букет. Мягкое раскрытие... И неожиданное послевкусие. Ты не находишь? Я не силен в дегустациях. Ну так самое время начать обучение. В конце концов, винодельня Корва Бьянка твоя. Между прочим, я оставил в твоем новом доме небольшой подарок. На столике у кровати. Спасибо. Может, скажешь, что это? Так, безделушка. Но может оказаться полезно, если вдруг понадобятся мутагены. Кстати, ты не думал, что будешь делать с Корва Бьянка? Повесишь мечи на гвоздь? И посвятишь себя заботам о виноградниках? А знаешь... Наверное, да. Но что ты, блядь, не смейся. Может, не сегодня и не завтра. Но однажды я хотел бы узнать, как это. Каждый день просыпаться в собственной постели. Прекрати. Умоляю. Ты становишься таким сентиментальным, что у меня клыки ломят. Ты еще мемуары писать начни, как плютик. Нет. Такая жизнь не для меня. Может, я и буду забредать туда, ну, там, перезимовать, выпить вина. Но мне нужно движение. Быть ведьмаком – это не вопрос выбора. Ведьмаком ты остаешься на всю жизнь. Нельзя вот так взять и перестать быть ведьмаком. Потом еще есть для меня работа. Гули сами не переведутся. А ты? Ты случайно не хочешь управлять винодельней? Мне льстит это предложение, но нет. Я тоже не создан для домашних тапочек. Забавно. Каждый раз, когда мы встречаемся, происходит что-то потрясающее. Ах, я и сам не знаю. Может, когда-нибудь меня и соблазнит жизнь почтенного винодела. А может быть, я предпочту путь ведьмака, чтобы лежать по ночам на траве и смотреть на звезды. М-м-м, повеяло поэзии. И тут же, разумеется, на ум пришел Лютик. Помнишь, как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда, спрятавшись в пещере, и вокруг бушевала вьюга? Как я могу забыть? Мы отправились спасать Цири из лап Вильгефорца. Как раз встреча с Вильгефорцем, я вспоминаю с наименьшим удовольствием. Но тогдашнее пребывание в Баклере было более спокойным, чем это. Тогда нам казалось, что это сказочные земли. А проблема здесь может быть одна. Недостаточно вместительный винный погреб. Видимость, Геральт. Видимость. А она, по обычаю мамунов и доплеров, обманчива. Что, собственно, стало с Вильгефорцевым? Я убил его. Главное, куда-нибудь подальше. Я подумываю, двинуться на юг. В Нильфгаард? Почему нет? В Нильфгаардце общество современное. Там никто не верит в вампиров. И это может оказаться очень полезным для сохранения комната. Интересная точка зрения. Не хочется мне никуда идти. Посидим здесь еще немного, дружище. Посидим, мой друг. Мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается. Продолжение следует...